Участники масштабного веломарафона «Спорт без границ» уже проехали Россию, Белоруссию и достигли Европы. Незрячие казахстанские спортсмены на велосипедах собираются доехать до Парижа. Они развивают спорт среди людей с особыми потребностями, пропагандируя здоровый образ жизни и доказывая своими поступками, что они конкурентны в современном мире. Как встречали нашу команду в Польше, расскажет наш собственный корреспондент Шулпан Айманбаева. Позади десятки городов и тысячи километров. Команда «Спорт без границ» уже в Польше. Наши спортсмены, незрячие и слабовидящие, преодолели уже почти половину маршрута. А передвигаются они вот на таких специальных велосипедах. Самое важное в тандеме – это доверие друг другу и слаженная работа в команде. Ну а главная цель проекта – показать, что нет ничего невозможного. О большом путешествии казахстанцев наслышаны за границей. Польские паралимпийцы, к слову, чемпионы мира и Европы, которые также выступают в тандеме, узнав о казахстанской инициативе «Спорт без границ», решили поддержать. Они присоединились к нашим спортсменам и вместе проехали по улицам Варшавы. Позже нашу команду, которая проделала такой долгий путь, приветствовали в Польском олимпийском комитете, где также состоялась пресс-конференция для центральных телеканалов и радиостанций Польши. Когда мы услышали о велопробеге «Астана-Париж», мы сразу сказали, что готовы всеми способами помочь этому фантастическому проекту. Мы всем сердцем с вами и этим проектом. Мы будем болеть за ваших спортсменов до самого финиша в Париже. Мы намерены развивать контакты между паралимпийцами, и я уже веду переговоры. Поэтому желаю попутного ветра и успешного достижения цели. Торжественно встречали велосипедистов и в посольстве Казахстана в Польше. Поприветствовать их собрались депутаты Сейма, бизнесмены, спортсмены и дипломаты. Наш посол Маргулан Баймухан подчеркнул особую значимость веломарафона, а после и сам принял участие. Это очень хорошая инициатива, и она не только казахстанская, а уже международная. Сегодня наши спортсмены в Польше. Хочу отметить, что велосипедисты спорта без границ не просто проезжают города, они общаются с такими же спортсменами, налаживают контакты. И самое главное, здесь они рассказывают о Казахстане, о достижениях нашей страны, о программе «Рухани Джангару» и наших планах. Наша цель – это социализация людей с инвалидностью, людей с ограниченной возможностью. Потому что сказать, что слепота, отсутствие ноги или глухота – это не является приговором. И мы, так же, как люди без ограничений, то есть без инвалидности, можем быть и бизнесменами, и спортсменами. Всего участники веломарафона «Спорт без границ» намерены проехать около 5000 километров. В день команда преодолевает до 160 километров. Как рассказывают наши спортсмены, все зависит от качества дорог, исправности велосипедов и, конечно, от погоды. Посмотрите, солнце какое светит. Мы вот с Алматы выехали. Вы знаете, Алмата – очень солнечный город. И это солнце мы везем с собой на протяжении всего нашего пути. Это не первый марафон для казахстанских велосипедистов. В 2016-м они объединили два города – Астану и Алматы. Еще через год соединили два государства – Казахстан и Кыргызстан. А сейчас куда масштабнее. Связали две части света – Европу и Азию. И в планах еще очень много интересных маршрутов. Есть еще мысль объединить, проехать Америку от востока на запад через одно океан до другого. То есть мы по Китаю есть желание проехаться, потому что все-таки другая инфраструктура, народ, менталитет – это все делает нас духовно богаче. Но прежде предстоит еще долгая дорога. Команду «Спорт без границ» уже ждут в Берлине. Это следующая остановка. А конечная точка маршрута – Париж. Казахстанские спортсмены планируют прибыть на родину велогонок 8 сентября. Астана – Париж! Алга – Казахстан!